добрый день дорогие друзья с вами кровь монтаж я мороз алексей ведущий делопроизводители василий сейчас лето на излёте такие остались деньки жаркие солнечные так хочется блето не заканчивалось ну что в россии зима очень длинная очень так кажется моргнуть не успели уже вот уже 1 декада августа позади но погода поистине летние и хорошее настроение сейчас мы едем на объект который расположен у нас где василий говорить поселение барвичинской до на рублевке вот вот кстати проезжаем ведь какие магазины у нас тут то есть барвиха мы зайти не можем да в следующий раз зайдем ладно объясни нашим зрителям какие работы ведутся ведутся работы как всегда по переделки кровли то есть переделка кровельного покрытия и утепления кровли на объекте сложная дом коробка 4 фронтона 8 янтов плюс еще осложняется тем что карнизов нет соответственно надо обеспечить бродых фронтонов ну вот так вот до нас была мягкая кровля переделывался на два раза при нашем скрытии а раз уже пав кровля золотая золотая кровля да на самом деле сделано было ни о какох ни о каких конечно там продых никто не думал об утеплении тоже походу никто не думал мы когда вскрыли утепление было с 5 пятерку было утепление пятерку всего ни о чем десятками очень грустно все итак дорогие друзья от слов перейдем дело сейчас мы уже подъезжаем произведение смотрите какие бывают объекты на рублевке разные скажем так вот наше оборудование это у нас материал 32 цвет смешку плюс это мягкий металл видите на территории стоит старый деревенский дом здесь конечно это старая деревня швыги но вот такие вот дома по соседству видите с претензий по улице много таких домов но есть и старые деревенские дома которым уже больше 50 лет вот и люди построили сзади вон домик сейчас мы дойдем туда пока оригинально до веранда типа того но тоже вот жалко разрушить память своих предков за моей спиной дом коробка квадратной формы из газоблока и обложенным облицовочным кирпичом и интересная архитектура видите 4 фронтона и 8 яндов дом не имеет карнизов по сути видите только вот точки для слива здесь воронки стояли с трубами водосточными и по сути нет карниза проветриванию кровли проветривание кровли не обустроена мучила людей конденсат вот здесь в этих яндовых залежек глыбы снега к очень сплошной ужас в этом сезоне решились сделать капитальный ремонт сделать все правильно переделать перебрать а вы на аляске были часы вам на леске вы капитан дальнего плавания военные или гражданства подводник сервис ходил на корабля я под красным флагом под каким конечно у меня и паспорт такой да паспорт марика потеряли себя не маном не надо маном команда мага фабанг и зомби там битом игрива так пока пока за правду тут топил убитый капитан а капалами недобитыми насыпал грусть и лови для лайфа чё не фонтан потеряли себя не маном не надо маном команда мага фабанг и зомби там битом игрива так пока пока за правду тут топил убитый капитан а капалами недобитыми насыпал грусть и лови для лайфа чё не фонтан потеряли себя не маном не надо маном команда мага фабанг и зомби там битом игрива так пока пока за правду тут топил убитый капитан а капалами недобитыми насыпал грусть и лови для лайфа чё не фонтан потеряли себя не маном не надо маном команда мага фабанг и зомби там битом игрива так пока пока За правоту тут добил убитый капитан Мога было бы не лапит Ими насыпал грусть Делавить для лайфа чё не фандан Не мазанка? Нет Это делают опилы сла И между ними тут закрепляют рот Опилку, да? Опилки, да? Опилки Опилки с заменой, да А чё не разрушите? Времени нет А, времени нет Ну да, время эквивалент денег А вот фальцевая кровля Нормально, одинарный фальц Толщина с железом миллиметр Она ещё 50 лет простыет Так Вася Ну чё, готов? Ну пожалуйста Сейчас я к тебе поднимусь Высоковато Высоковато Вот я залез на кровлю Наши сотрудники производят Монтаж яндовой Как раз укладка Гидроизоляционной мембраны Кто был на семинарах дельты Тот в курсе Что две доски Сначала Крепятся Крепятся в основании Яндовой Да? С расстоянием Друг от друга Там сантиметров 10 Да? Чтобы можно С возможностью Вставить доску И Потом раскатывается Лист гидроизоляции Как бы обволакиваем Вот эти две доски И тем самым Мы исключаем Отверстия Там гвоздей Скоб В зоне яндовой Видите Они только будут Расположены Наверху Вот Вот так Сейчас ребята Отравняют Закрепятся Натянут Эту часть И уже Гидроизоляция С этой стороны Будет приходить Наверх этого бруска И Значит Когда уже Обрешетка По контр Обрешетке По стропилам Будет Приходить сюда Утепление Здесь мы Полностью Демонтировали Старое Так как Сейчас мы Заглянем Значит Возможности Пароизоляцию Стелить Изнутри Не было Там Ребята Отделка Изнутри Вот Есть Хороший Повод Проверить Как сделана Пароизоляция Три слоя Вот Четверт Вот Видите Пароизоляция Вся проклеена Видите Дельта Дельта Тиксом Четко Чтобы изнутри Не попадал Теплый воздух Потому что Изнутри Ее постелить Не представляется Возможным Только Вот отсюда А если вы будете Обволакивать У стропила Тем самым Отсечете Это будет Мостики холода Здесь В зоне Стропила Не будет Утепляться При ремонте Сверху Если Уже отделка Еще раз повторюсь Монтаж Пароизоляция Производится Именно так А не иначе Так что Запомните Раньше В этой зоне Делали Два ремонта Переделывали Ровли Стоял сугроб Недостаточно Было утепления Конденсат И все это Шло вовнутрь Кирпичи Вот Все белые От высолов От протечек Изнутри Там Следы протечки Но Мы стремимся К тому Чтобы Даже гидроизоляции Надо сделать Так Четко Чтобы Дождь Она могла Держать Какую-то капельку Там Конденсата Ну просто Вывести За борт Вот к этому Надо стремиться Еще хочу Поделиться Лайфхаком С людьми Которые тоже Планируют Заниматься Кровлей Либо Не сталкивались С этим Так как В смету У нас Не входит Подшивка Софитами Здесь Вообще Смешно Анекдотично Подшили Сайдингом Карнизы И они Такие Широкие Лопастые Вот Ну так Не ввергать Клиента Нам В переделку Перешивать Софитами Сайдингом Обратно Оставляем их Но Фишка в том Что Карнизы Все висели На брешетке А нам Надо ее Демонтировать Если демонтировать Обрешетку Ну они Естественно Все рухнут И заново Надо набирать Сайдинг Вот этот Подшивать Поэтому мы Оставляем Вот так С таким Интервалом Старую Обрешетку Чтобы она Подвисала Держала Этот карниз И сейчас И сейчас Будем Новую Набирать Монтировать Гидроизоляцию И вот эти Удалять Старые Тем самым Уже Новая Будет Цепляться Мы Сохраняем Этот Карниз Который Висел На Обрешетке Чтобы он Ну Заново Его Не набирать Кто Столкнулся Или Сталкивался Понимает О чем Я Говорю Вот Зонам Где Стропила Граничится Стеной Обязательно Нужно Утеплять Дополнительно Эта Зону Здесь Мы Вкладывали По моему При монтаже Прикладки На крыше На самой Верхней Точке Хочу Коснуться Ну Вот Покрытие Здесь Делаем Мы Яндовую Все На двойной Замок Вот Один Замок Идет Вот Второй Подворачивается Из Металла Руки Укрывной Материал Конечно Люди Здесь Живут Отделка Здесь Обязательно Все работы Сопровождаем Укрывочным Материалом Мастера Двигаются Сегментами Чтобы С оглядкой На погоду Так Я пройдусь Немножко По инду Здесь Видите Стараемся Гарантировать Клиенту Давать Стопроцентную Гарантию Уже Снегу Дождю В этой зиме Здесь Просто нет шансов Просто Здесь Она и проклеена Бутилка Учуковым Двойной Замок Внутри Вся Яндовая На двойной Замок Все Тут Даже Если Будет Залежи Снега Ну Снегу Нет шансов В воде Сюда Просочиться Теперь Осталось Уделить Немножко Внимание Именно Вентиляции То что Вентилируется Будет Выход Теплого Воздуха На коньке А теперь Надо Приток Откуда Заходил А естественно Карниза Нет У нас Только Точка Водостока Внизу А для Притока Воздуха Будем Использовать Вот Фронтонные Части Боковые Именно Там Надо Делать Разряженный Брусок Чтобы Входил Туда Воздух И Уже Ветровую Планку Навешивать С зазором Чтобы Воздух Заходил Конечно Я рискую Вниз Без страховки Нельзя Двойной Замок Сделано Аккуратно В принципе Не поцарапан Но металл Хороший Мягкий Обалденный С ним Приятно Работать Матовый Пурал Смич Плава Плюс Всем Рекомендую Потом Сейчас Они После Демонтажа Защитную Пленку Все Ребята Уберут Вот Я Забрался На Как Могу Покажу Видите Здесь Делается Сеточка Чтобы Осы Не Залетали Немножко Стрем Вот И Такие Разрывы Для Вентиляции Уже Боковая Планка Будет В этой части Крепиться Здесь Делается Зазор Вот На 3 Сантиметра Чтобы Воздух Заходил Вот В эти Отверстия Весь Брусок Он Как бы Шахматном Порядке Пунктиром Сделан По всем Стропилам И Приток Воздуха Заходит В однослойную Вентиляцию Вот С этих Мест Это Именно В таких Сложных Фронтонных Кровлях Четырехскатных И Приток Воздуха Сложной Обеспечить То есть Выходит С положения Вот Таким Образом В этих Местах Итак Дорогие Друзья Наш Рабочий День Заканчивается Мы Едем Восвоясе Спасибо Всем Кто С нами Смотрит Нас И Остается С нами Ну И Всем Остальным Тоже Мы Всем Рады Всем Пока Удачи Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует